Субтитры сделал DimaTorzok В Азербайджане лучше всего русский вопрос. Все русские школы сохранены и 400 тысяч русских живут там более-менее спокойно. Направим жесткое письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Это оскорбление, так сказать. Здравствуйте, дорогие подписчики канала 13. Российский политик Владимир Жириновский в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что направит главе Азербайджана жесткое письмо с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего азербайджанского посла из Фондиера Вагабзаде. Также и журналист Владимир Соловьев заявил, что азербайджанский дипломат наговорил на статью и должен сидеть в российской тюрьме. Он добавил, что ждет комментариев официальных лиц Азербайджана. Причиной послужило то, что азербайджанский дипломат и доктор филологических наук из Фондиер Вагабзаде записал видеообращение к Владимиру Жириновскому после того, как тот назвал Кавказ зоной российского влияния и призвал восстановить контроль над всеми территориями Российской империи и СССР. В своем обращении Вагабзаде выступил с оскорблениями в отношении Жириновского, так и в отношении русского народа. Объяснил свои высказывания он тем, что Жириновский сам оскорблял азербайджанцев и уже совсем обнаглел. Жириновский же в свою очередь оправдывает свои высказывания тем, что в Карабахе погибло уже 4 российских солдата. Однако он умалчивает точную причину. Это мины, которыми армяне заминировали каждый квадратный метр Карабаха. Мы как канал 13 заявляем, что не поддерживаем данные высказывания. Но, к сожалению, разжигание националистической розни нередко становится способом поднятия рейтинга и достижения тех или иных политических задач. Особенно если это влияние заинтересованных в межнациональном конфликте лоббистских групп, но тюркофобия ничем не отличается от русофобии, так как вследствие политических игрищ страдают не политики, а обычный народ. Стоит отметить, что когда Жириновский получил ноту протеста от Азербайджана за свои высказывания, то он заговорил о свободе слова. А как ему ответили в его же манере, так сразу решил писать жалобы и судиться. Так где же тут свобода слова господин Жириновский? В заключении, хотелось бы отметить, что никто не выбирает себе нацию и нет плохих наций, но каждый выбирает быть хорошим или плохим человеком. И азербайджанцы, и армяне. Если хоть один труп еще, хоть один вертолет собьют, значит русская армия так отметит, что у всех потеряется желание стрелять в сторону русской армии. Они уже там, и еще будет больше. Сколько надо, столько и будет. Пашинян не удержатся у влачки. Турция. Поэтому, Ильхам, значит у тебя будет территория, в которой тебе хочется, но ни одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам? И он прекрасно понимает, что он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил. Если Байден захочет, там его свергнут в течение двух недель. Только мы можем спасти его, как мы спасли Пашиняна. Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты когда-то нас обозвал баранами. Но я не понимаю, почему-то все мы промолчали. Ты воняешь, как свинья. Ты свинья. И воняет твоя нация, как свинья. Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом не знаю, что угодно. Сам мы умраем с голода. Отправляем вам. Этот раз, этот месяц я тебя подправлю. Значит, намордник. Когда ты ерундой занимался, не знаю где-то, в каком-то дыре. Я в Афганистане выполнил ваш оккупационный долг. Интернационный долг. Я там кровь проливал в Афганистане. Когда ты весь русский народ, нация, ерундой занимался. В голода с Путиным. Я работал для вас в Иране. Знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются. Они воняют. Уже вашу вонь, как сказать, распространяется на весь мир. Дышать невозможно. А если какие-то там чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту несогласных, они что, не знают свобода слова? Байдена дураком называют. И Трампа вообще замордовали и голос решили. И никто ноту протеста не выносит. А здесь я выступаю. Нет, Баку не буду трогать. Там будет нота протеста. Армения не буду трогать. Значит, вообще, нам нужно всем замолчать и хвалить их. Какие они хорошие, живут за счет русского народа. Это они должны бы получить ноту протеста за то, что миллионы русских вынуждены были покинуть. Все бывшие советские республики до сих пор здесь, даже в России, являются людьми второго сорта. 79-й год. И вплоть до развала Советского Союза, Вагаб Заде строил свою карьеру в партийных кругах. Работая в ЦК ЛКСМ, дослужившись аж до инструктора Бакинского городского комитета Коммунистической партии Азербайджан. Шнурки лизал советской власти не только втянуть в наши страны войну, но и резко ухудшить положение очень многочисленной азербайджанской диаспоры в России. И этот подонок должен сидеть в России. В российской тюрьме. В Баку есть метро, а в Челябинске нету, в Красноярске нету. То есть при советской власти туда отдали все, что можно. И заводы, и фабрики, и вузы, и музеи, ну все, все, все. А русских оставили без всего. Вот все завозили туда, всех их учили. Привело к тому, что русские стали уезжать. Особенно интеллигенция, инженеры. Построили огромное количество заводов, авиационных, автомобильных, металлургических, цементных. Ведь я ничего плохого про Азербайджан не сказал. А он так окрычился. Значит, ненависть скопилась за все годы советской власти, демократии. Ничего он не заработал, ничего у него нет. Давай, опять виноваты русские. Вот он, так сказать, неудачник, ничего у него нету. А это, оказывается, виноваты русские. Направим жесткое письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Это оскорбление, так сказать. Свинья, воняет, и я, и русский народ, и все остальные. Это в чем вонь-то? Ведь они к нам пришли сами, мы их не звали, мы их не завоевывали. Пришли сами, потому что между ними война шла на полное уничтожение. Ну вот русский царь решил проявить какую-то добрую волю, взял под защиту. Но они этого не помнят. Прошло 100 лет, 200-150. Кстати, в Азербайджане лучше всего русский вопрос. Все русские школы сохранены, и 400 тысяч русских живут там более-менее спокойно. Хуже...